Привет! Это Mi Mix, попытка номер два. В прошлом году Xiaomi представила концепт-фон, который действительно вызвал интерес у публики. Mi Mix понравился многим, но серьезные минусы у телефона все же были. Компания учла все комментарии и представила Mix 2. Главный вопрос, удалось ли удивить, а главное убедить в этот раз. Разбираемся. Над дизайном второго микса работал сам Старк. Нет, не железный человек, а известный французский промышленный дизайнер. И получилось хорошо, углы в этот раз не острые, в отличие от первой модели. Сзади керамика, сбоку алюминиевая рамка. Толщина всего 7,7 миллиметра. Сравнивая Mix 2 с другими смартфонами, он остается в выигрыше по площади экрана. Разве что Essential Phone еще круче. Сзади керамика. При первом взгляде создается впечатление, что это стекло. Корпус скользкий и маркий, на неровной поверхности смартфон едет как санки по снегу. И выпирающая камера здесь не поможет. А камера выделена золотым цветом и это единственный цветной элемент на черном смартфоне. Под камерой сканер отпечатков пальцев и надпись Mix Designed by Xiaomi. Тоже золотая, кстати. И ни слова о Филиппе Старке. Сканер отпечатков, кстати, работает моментально значительно быстрее, чем у первого поколения. Спереди у нас дисплей. Логично, под ним расположился небольшой подбородок с камерой, датчиком и диодом уведомлений по самому центру. Разговорный динамик находится над дисплеем. Да, это теперь обычный хороший громкий динамик. Но здесь все равно стоит поругать Xiaomi. Посмотрите на то, как Mix 2 выглядит на официальных рендерах и какой он в реальности. Разница есть? Есть. Очень большая. И так делают совсем некрасиво ребята из Xiaomi. Возвращаемся к корпусу. Сверху микрофон, дополнительные справа, качелька громкости и кнопка питания. Слева слот по две nanoSIM карты. Снизу динамик и микрофон стилизованный под динамик. Между ними разъем USB-C. Да, как и полагается флагманом в семнадцатом году миниджек убрали. В комплект положили переходник. Кстати, о комплекте. В коробке помимо телефона, зарядки и инструкции лежит обращение главы компании на черной картонке с золотыми буквами. Это как бы подчеркивает премиальность устройства. Но главное, здесь есть фирменный чехол. И скажу вам честно, это лучший комплектный чехол, что мне доводилось видеть. Да, он пластиковый, но при этом он очень тонкий и на ощупь soft-touch действительно круто сделано. Искать какой-то другой вариант для этого телефона смысла нет. Возвращаемся к миксу. Выглядит действительно неплохо, красиво, несмотря на большие рамки. Примерно как у десятого айфона. Но это неплохо, нет фантомных нажатий, в отличие от смартфонов Samsung. А вот из минусов можно отметить ужасный вибромотор. Действительно неприятный. Ни пиксель и не айфон. Перейдем к дисплею. Диагональ по сравнению с первой моделью уменьшилась с 6,4 до 5,9 дюймов. Смартфон стал значительно меньше матрицы IPS, поэтому о глубоком черном даже не мечтайте. Но IPS хорош другими вещами, вы и сами знаете. И здесь на любителя. Разрешение 2160 на 1080 пикселей. Это 440 точек на дюйм. Соотношение сторон 18-9. В настройках можно регулировать тона теплого до холодного. По умолчанию установлен натуральный, а также контрастность. Увеличенная, стандартная и автоматическая. Есть режим чтения. Претензий к дисплею нет. Однако датчик автояркости работает очень медленно и некорректно, постоянно затемняя экран в неподходящие моменты. Камеры. В этот раз слабый сенсор от Omni Vision заменили на флагманский Sony IMX386. Такой же используется в Mi 6. Разрешение 12 мегапикселей, множество режимов съемки, улучшение, ручная панорама, групповое селфи, эффект размытия, ночное фото и т.д. Видео снимает в 4К, есть быстрая и замедленная съемка. Фотографии получаются значительно лучше, чем у первого Mi Mix. Особенно хороши фотки с HDR, но только в дневное время. Ночью все плохо. Пользователи советуют вставить Google камеру, но вот в чем дело. Без root доступа она работать не будет. Но и здесь есть выход. Если поставить приложение камеры от OnePlus, качество фото значительно возрастет. Но до совершенства, конечно, далеко. Фронтальная на 5 мегапикселей, качество среднее, расположилась она внизу, как и в прошлом поколении. Телефон нужно переворачивать, а в таком положении мешают кнопки регулировки громкости. Лучше бы совсем убрали вместе с нижним подбородком. 3 ноября для Mi Mix 2 вышла глобальная стабильная версия оболочки в UI 9. Разработчики в этот раз уделили внимание оптимизации, обещают быструю настройку и стабильную работу системы. Почти получилось. По умолчанию здесь всего две темы, стандартная и новая бесконечность, с иконками в стиле Flyme. Среди самых заметных нововведений оболочки можно отметить разделение экрана, можно открыть одновременно несколько приложений, размер окна настраивается. В меню регулировки громкости добавили тумблер без звука, настроить который можно здесь же по нажатию. Неважно ненужные уведомления можно теперь скрывать навсегда. Активируется функция свайпом влево по уведомлению. Более детальный настройка уведомлений также доступна при долгом удержании. Полностью переработали дизайн стандартного редактора фото. Самое интересное – ластик. Буквально за секунду можно убрать с фото посторонние элементы. Кстати, действительно удобно и полезно. Даже в инстаграм фоточку, когда выкладываем, подтираем какие-то ненужные элементы. А здесь это в стандарте. Оболочка работает на Android 7.1.1, дата обновления до Android Oreo пока не объявлена. В целом система работает и вправду лучше, но зависания случаются и проблемы явно в оболочке. К счастью, на процессоре не сэкономили, поставив флагманский восьмиядерный Snapdragon 835 с графическим видеоускорителем Adreno 540. Любые игры идут без всяких проблем. Оперативной памяти два варианта, 6 или 8 гигабайт, встроенной 64, 128 или 256. Максимальные характеристики у модели в полностью керамическом белом корпусе. В Antutu смартфон набирает 177 тысяч баллов, в Geekbench 1930 в сингл-кор и 6600 в мультикор. До iPhone X не дотягивает чуть-чуть, но производительности хватает для любых задач, в том числе одновременное открытие разных приложений в режиме разделения экрана. Наконец-то добавили NFC в смартфон Xiaomi. А это означает поддержку бесконтактной оплаты Android Pay. Правда, для этого Bootloader должен быть заблокирован. А для пользователя Xiaomi заблокированный Bootloader это как водка без пива. Что касается других средств связи, Mi Mix поддерживает 43 бенда, поэтому будет работать в любой точке мира, включая Россию. Для нашей страны поддерживаются все четыре нужных бенда. Есть Bluetooth 5 версии, инфракрасного датчика нет, не получится управлять техникой, радио тоже нет. По звуку ничего необычного. Основной динамик довольно громкий, но без басов качество среднее. А вот что касается звука в наушниках, то он а неплохой через стандартный переходник. И b ещё лучше, если использовать другой переходник, например, от HTC U11 или любого другого флагмана, куда встроен дополнительный ЦАП. Переходник от HTC продаётся отдельно за небольшую стоимость. Автономность. Аккумулятор на 3400 мАч. Быстрая зарядка Quick Charge. Беспроводной зарядки, к огромному сожалению, нет. Батареи хватает при постоянно включенном интернете ровно на весь день. Никаких неожиданностей. Есть несколько сценариев экономии энергии. С автономностью у Xiaomi всегда всё отлично. Экрана хватает на 6, 7, даже 8 часов. Цены. Официальная стоимость составляет 35 тысяч рублей за модель с 6 гигабайтами оперативной памяти и 64 гигабайтами встроенной. По цене ему конкурент только Miizu Pro 7 или OnePlus 5T. Но второе пока что сложно достать. Если брать MiX 2 в Китае, то цена опускается до 29 тысяч рублей. При этом, если использовать кэшбэк от Letyshops, можно сэкономить ещё пару тысяч. На том же AliExpress, с установленным расширением для браузера, можно не только моментально получить кэшбэк, но и отследить цену MiX. Здесь видно, что за последнее время, конкретно у этого продавца, цена нехило так подросла на 50 баксов. В общем, если поискать, найти можно. И в этом Letyshops помогает. На презентации MiX 2 показали рисунок поклонника бренда, который изображает безрамочность MiX, Galaxy S8 и iPhone 7 Plus. Внешний вид это одно, но если посмотреть на характеристики, то сравнивать флагман Xiaomi с безрамочниками Samsung, Apple и даже Google сложно. Во-первых, он значительно дешевле, во-вторых, камера и качество матрицы дисплея не дотягивают до конкурентов, но при этом телефон хорош сам по себе, поэтому смело можно заявить, что лучшего безрамочника за эту цену в принципе не найти. Итак, Xiaomi MiX 2 – это уже не концепт фона, а вполне себе флагман, который призван удивлять и получилось ли удивить на этот раз? Наверное, нет, потому что недостатки еще есть, но тем не менее это лучшее, что делали Xiaomi за последнее время. Премиальный вид, керамический корпус, улучшенная оболочка, конечно, средняя камера, но это все стоит тех денег, которые просит производитель, даже в официальной рознице. Пользователи советуют вставить Google камеру, но вот и нет никаких привери... и нет никаких при... сбоку алюминиевая рамка с антенными вставками.